В 20-й раз в Полтавском районе волейбольным турниром почтили память известного в Омской области педагога, политика, общественного деятеля Михаила Александровича Руденка. Участниками юбилейного мемориала стали 8 сельских команд, в составе которых административные работники, руководители районов области и ветераны спорта. Это очень важно для того, чтобы и помнили о человеке, знали, что он сделал для своего района, для своего региона, для страны в целом. Поэтому я считаю, что традиция проведения турнира, она очень важна, очень нужна и в линейке наших соревнований областного уровня турнир Руденка стоит на очень высоком месте и почетном. Усилиями регионального Минспорта и стараниями хозяев соревнований полтавчан традиция проведения сохраняется и продолжается. На турнире неизменно присутствуют родные и близкие, коллеги и друзья Михаила Александровича, для которых поездка в Полтавку – повод вспомнить и рассказать. Мне посчастливилось работать с Михаилом Александровичем и вот обаяние трудолюбия этого человека и его самопожертвование, можно сказать, по отношению к делу, к работе, оно очень многого стоит. И очень важно, чтобы история таких людей, которая на виду от рождения, от начала его учительствования до, по сути, одного из руководителей региона, она была известна людям и поддерживалась. Мемориал Руденка востребован и любим игроками, ожидаем болельщиками. Борьба за награды здесь традиционно напряженная. Сельские команды всегда упорно готовятся к полтавским стартам. Одолеть давних соперников радостно, выиграть турнир – престижно. Соперники, которые знают друг друга, уже можно не побояться за слово, ни одно десятилетие, приятно, друзья на площадке, ну, море положительных эмоций. Наша команда ежегодно участвует в этом турнире уже, по-моему, на протяжении 15 лет. Это традиционно, и ребята серьезно готовятся, руководители местных. Турнир такой, посвященный чиновнику и живет. Мы много турниров проводили заслуженным, перезаслуженным и международникам, и они куда-то уходили в песок. А этот турнир живет, ну, это, наверное, большая благодарность, наверное, землякам, полтавчанам, хозяевам, ну, и, конечно, правительству и министерству спорта, что такой турнир продолжает жить. Хозяева соревнований полтавские волейболисты сделали уверенную заявку на победу уже в матче открытии, когда в двух сетах переиграли соперников из Павлоградки. Заметил, что вот в этом году вообще очень много народу, зрителей, команды обновились, которые играют. Какие у вас задачи? Выиграть турнир? Ну, у хозяев всегда задачи выиграть. Только выиграть. Задачу на турнир полтавчанам выполнить удалось. Они впервые за три года уверенно дошли до финала, где одолели пятикратного чемпиона команду из Русской Поляны. В матче за третье место сошлись Старский и Марьяновский. В этой встрече сильнее оказались торчане, которые замкнули тройку призеров второй год подряд.